Убийство в поселке Солнечное на минувших праздниках не стало единственной трагедией. В Москве в первых числах января муж задушил жену. Тело убийцы расчленил и всем знакомым сообщил, что его супруга пропала без вести. Психологи считают, что подобное насилие в семье это тенденция современного общества. На эту тему мы решили поговорить с доктором психологических наук, заведующим кафедрой консультативной психологии Саратовского государственного университета Владимиром Печерским. Владимир Григорьевич, здравствуйте! Каковы главные причины проявления агрессии в семье? Насильственные действия в семье были всегда, в принципе-то. И сейчас этот феномен приобретает наиболее глобальные размеры и становится проблемой социальной. В связи с тем, что вот происходят очень серьезные изменения в политических и социальных отношениях в нашей стране. И все эти перемены всегда сопровождаются повышением агрессивности и жестокости. Сейчас, ну, достаточно свободно люди вступают в сексуальные отношения, достаточно свободно строят семейные отношения без регистрации брака, так скажем, вот гражданские семьи. Вот. И поэтому люди не связаны какими-то обязательствами по отношению друг к другу. А кто чаще всего становится жертвой в семье? Муж или жена? Наибольший потенциал агрессии, который имеется в обществе, именно проявляется по отношению к близким людям, с которым человек проживает. 90% даже более таких случаев приходится, значит, на насилие по отношению к женщинам и детям. Значит, только 10% по отношению к другим людям, там, братьям, сестрам, к мужу и так далее. Понятно. А как распознать в человеке потенциального маньяка? Очень важным фактором является, конечно же, и уровень, так скажем, психического развития человека. Это очень важно. Наличие заболеваний психических – это очень важный фактор, который способствует, вот, так скажем, проявлению такого феномена, как насилие в семье. Спасибо. В нашей студии на Московской был доктор психологических наук Владимир Печерский. Мы говорили о насилии в семье и о том, как его предотвратить. Продолжение следует...